У меня очень много клиентов из Верховного Суда. Счастливый день, будет вторник. Тогда мы давайте подадим иск. Назарбаев тоже, как говорится, грешил. Она манипулирует им, а эти люди управляют нами. Когда мы говорим о власти, там уровень тревоги огромнейший. Реклама вышла в Гадане на Таро, и появилась некая зависимость. То есть этому может быть подвержен каждый. Солтнад сказал, что есть одна страшная тайна. Привет, это Айран. Меня зовут Алтыншаш Смогулова. Сегодня поговорим о магическом мышлении, провидцах, экстрасенсах и прочих предсказателях будущего. А затронули мы эту тему не просто так. Причиной стал отгремевший совсем недавно суд над Куандыком Бешимбаевым. Гадалка была одной из ключевых фигур процесса, ведь именно к ней экс-министр звонил в критической ситуации. Насколько типично для нашей политической и бизнес-элиты советоваться с ясновидящими? По каким вопросам министры, судьи и прокуроры обращаются к экстрасенсам? Сколько стоят такие консультации? Да и вообще, чем грозит такое тесное сотрудничество чиновников, отвечающих за ключевые решения в стране с откровенными шарлатанами? Какой теневой оборот в этой сфере? Есть ли этика у магов и какую тайну могла знать Салтанат Нукенова? Подписывайтесь на Айран, здесь мы обсуждаем важное. У меня была знакомая, ясновидящая. Я ей позвонил. Я спросил, вот она, говорю, мы ее пытались разбудить, чтобы она шагами прошла. Она не проснулась, да? Я говорю, с ней все в порядке? Я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю, откуда он. Вы можете посмотреть? Она говорит, перезвони мне через 10 минут или через какое-то. Я говорю, хорошо, я перезвонил. Она говорит, да, не, она просто устала. Ну, здесь это, я, она говорит, она устала и сильно пьяная. До вечера поспит, вечером нормально, говорит, придет в себя, пойдете домой. И как-то я, у меня вот это отлегло от сердца. Да, вот он позвонил, я ему сказала, ну, что я делаю, идите в скорую, вызывайте врача, покажи, пусть я ей сделаю капельницу, чтобы она пришла в себя и так далее. Он все время звонит, я на телефон не стала вообще брать, телефон. Ну, совсем не стала брать. Он стал писать, писать, напишите мне, говорит, что у него все хорошо. Мне будет спокойнее, напишите. Вот это я имею в виду, невыносимый. У меня очень много клиентов из Верховного Суда, из той же самой прокуратуры. Вся журналистика Казахстана ко мне обращается. Ну, я вас вижу первый раз, у меня же так как онлайн, я, конечно, вас вижу первый раз. И сказать, что только прямо обращаются женщины, нет. И мужчины, и молодые парни. Мужчины обращаются ко мне, изменяет ли его жена. Во все времена такие люди были, будут и есть. Это вы прямо, знаете, вот на этом суде Бишамбала так получилось, как будто только-только-только все вдруг узнали, что есть гадалки, есть торологи. Они были всегда. И врачи к вам приходят? Да. Я многих врачей знаю. Они меня знают. Много таких. Вообще ходили слухи, что вы прям были личным цивителем семьи Назарбаев. У меня практически нету стажа государственной службы, но я эту среду знаю неплохо. И вы знаете, это нормально для этой среды. Я бы даже так сказал. Они, конечно, тихушничают, не признаются, не показывают вот это свое увлечение. Но очень многие обращаются к ним, потому что, вы понимаете, наш чиновник, он постоянно испытывает неуверенность. Постоянно. Это его нормальное состояние. Потому что, во-первых, их очень быстро меняют. Самый незначительный повод – пинка и вперед. Почему? Потому что за них особо не держатся, потому что уровень профессионализма и компетентности у них очень низкий. Он же не уверен ни в своих знаниях, ни в своем авторитете, ни в своей позиции, ни в своем, то, что он долго в кресле будет сидеть, ни в своем росте. Они как будто бы себя местами хотят подстраховать. То есть, обращаясь к подобного рода специалистам, эти люди, несмотря на то, что они очень образованные, такой высокоранговый, статусный человек, когда обращаются к гадалкам, экстрасенсам, это про то, что человек как будто бы планирует, хочет часть ответственности разделить как раз-таки с этой же гадалкой. Это как будто бы позволяет ему в своей голове, внутри себя разделить эту ответственность. Но прежде всего это показывает неготовность этого человека нести ответственность именно за те последствия, к которым приведут его выборы. И здесь мы не можем ссылаться на то, что это человек обычный, низкий слой населения, или это человек очень статусный и влиятельный. То есть, этому может быть подвержен каждый. Когда мы говорим о власти, о людях наверху, я даже по своим пациентам знаю, там уровень тревоги огромнейший, уровень неопределенности огромный. Все время надо принимать решения, за которые тебе может вообще очень конкретно прилететь. Естественно, как-то хочется успокоиться. Он может и не верить до конца. Ну, привык, чуть что, позвонил, услышал эти номинализации, успокоился, живет дальше. Если вы посмотрите в историю, всегда у каждого короля был шут, был прорицатель. Вот так положено. Они хотят каких-то дополнительных гарантий и инструментов. Здесь тоже так. Министры, акимы, они это обращаются. Более того, первые руководители стран, президенты, премьер-министры, они буквально обложены этими экстрасенсами. У них есть экстрасенсы, которые обеспечивают им вот эту какую-то там зеркаль, защиту обеспечивают им, чтобы его там не сглазили, чтобы там не нагадили ему, там как-нибудь ауру не поломали. То есть есть вот такие, у них такая роль. У других, значит, роль, значит, вот светлое будущее, позитивное настроение ему поднимать, говорить о том, что сегодня там что-то случилось. Но это ничего, зато завтра вот будет, да. То есть они в буквальном смысле обложены. Я сейчас точно не могу утверждать, но если мне не изменяет память, Абран Азарбаев тоже, он, как говорится, грешил частенько этим делом, ну, ему сам Бог велел, громотёжки маловатенько, вот. Он компенсировал её, правда, опытом, хитростью, вот. Ну, и вокруг него-то там кружилось их, по-моему, тоже немало, если я не ошибаюсь. Ну, да, говорят, что вообще вся эта мода прошла именно от него, есть такие слухи. Ну, наверное, он в какой-то степени повлиял, но это бы, поверьте, это и без него бы всё. Так вообще люди, знаете, люди так устроены. Мы все грешим желанием заглянуть вперёд. Когда у него сообщения с одной и той же гадалкой или ясновидящей становятся, они ближе становятся, я имею в виду уже, она его узнаёт, она им манипулирует как хочет, как хочет. Но это же страшно, она манипулирует им, наверное, может, и на какие-то его решения влиять. Конечно. А эти люди управляют нами. Конечно, конечно. Вот в этом, если смотреть аспекте, да, последствия могут быть самые негативные. В качестве примера давайте вспомним. Единственная за историю Южной Кореи женщина, ведь её же одно из обвинений было в том, что она принимала государственные решения, политические решения, имеющие серьёзные последствия, допустим, для экономики, для политики государства, она принимала, посоветовавшись со своей подружкой ясновидящей, с которой она там, знаете, чуть ли не 20 с лишним лет дружила. Я вот почему-то думаю, чтобы он позвонил, чтобы узнать, что его лично ждёт, а не относительно покалеченной им девушки, где ему было всё понятно, как человеку, присутствующему в моменте, скорее всего, он интересовался, чем это для него закончится в условиях стресса, потому что стресс он всё-таки испытал. Если бы вам кто-то позвонил, сказал, вот мы там дрались всю ночь, напились, и вот она теперь не просыпается, что бы вы сделали в такой ситуации? Ну, я бы сказал, чтобы человек вызывал скорую помощь. Это первое, что я бы сделал. А взял бы я такую ответственность. К счастью, у меня таких клиентов нет, неадекватных. Вот, но на самом деле сложный вопрос. Хорошо, он мне звонит и говорит, она жива или мертва? Всё, я говорю, пощупайте пульс, поднесите зеркало. Пульса нет, зеркало не запотевает, вы её убили. Понимаете, на тот момент, когда Бешимбаев звонил этому торологу, как он утверждает, она была уже мертва. И я думаю, что когда он спрашивал у неё, она в себе, то есть переписка, он имел в виду, можно ли её оживить, ну, в таком состоянии. Я сказал, полицию, а в данном случае, конечно, скорая помощь. Если ты, тем более, там онлайн смотришь, и так далее, не рядом, не пришёл, не посмотрел. Тут, понимаете, Бешимбаев сделал всех виноватыми. Там и торолог виноват, и имам виноват, и все, кто там касался его, только не он. Убил-то он. Бешимбаев, если так что-то позвонить скорую, позвонил гадалки. Ну, я вот эту ситуацию я увидела по телевизору. Нет, по телефону. Я сама удивлялась. Что за люди, что за тупость. Кажут, сейчас 21 век, разве так можно, Димда? Айел же, айел же, нашит, на дам. Улай стёгивол майдрой. Нигис кори шахрмат-теп, бем вообще, дома вообще, нерв мой нацогныши. А я не знаю, что за гадалка. Что за гадалка, что за тупизм. У Бешимбаева и у самой гадалки, они говорят разное содержание. Поэтому мне не очень верится, что её привлекут к ответственности, потому что она будет себя, естественно, выгораживать. Она уже, это видно, она говорит, я сказала, вызывайте скорую. И всё, она себя этим ответственность сняла. А сказала она или не сказала, идите теперь, докажите, да, в том разговоре, который нигде не записан. Так что мне не верится в привлечение к ответственности её. И вообще весь этот рынок этих гадалок, ну как вы себе представляете привлечение к ответственности? Всех привлекать к ответственности теперь? Экстрасенсорика, магия, астрология, нумерология, карты Таро. Выбор эзотерических услуг у нас огромный. Помочь могут во всём. Удачно выйти замуж, проконсультировать в делах и даже навести порчу на обидчика. И прайсы у всех разнятся. От нескольких тысяч тенге с разбегом до нескольких сот тысяч. По сути, это огромный и недооценённый теневой рынок. По данным Бюро национальной статистики, оборот этой сферы особых услуг в 2021 году превысил 18 миллионов тенге. Вспомним Куандыка Бешимбаева, который за некую консультацию по бизнесу заплатил торологу из Шимкента 250 тысяч тенге. Чем отличается гадание для бедных от прогнозов для богатых? И может ли высокая цена определять качество магического прогноза? Чем вы занимаетесь? Какие услуги предоставляете? Ну, я торолог. 8 ноября Бешимбаев вам перевёл 250 тысяч тенге. За какие услуги? За день до убийства. Это раньше он спрашивал по работе своей. За то, что он спрашивал. Я ему отвечала, уделяла время. Вот за это он и перечислил. Две мои гадалки гадают на кофе. Они у меня берут от 5 до 20 тысяч максимум. В зависимости от того, с каким запросом я к ним пришла. Но у них единый прайс. Одна чашка кофе, погадать, это 5 тысяч тенге стоит. А у Ережеповой 250 тысяч тенге. Это для меня ужас, это шок. Как бы сильно я не была зависима от гадания, от гадалок и так далее, я бы не пошла на такую сумму. Одно объявление было там, одно было здесь. То есть на протяжении большой улицы. Но я сейчас не могу уверять, здесь она живет или там живет. Но мы назвали эту улицу улицы гадалок. Больше 7 лет назад мы абсолютно просто случайно снимали материал про то, как живут люди в этом районе. И увидели вот эти таблички. Для нас это стало прям просто вау, как так? Тогда по тротуару выставляли таблички, там, помогу выйти замуж, там, сниму порчу, там, погадаю, и вы станете богатыми. И нас это заинтересовало. Когда мы приехали на эту улицу, конечно, многие... Здесь она, вот видите, она где-то, наверное, километра два. И по этому периметру было много таких табличек. Но сейчас век цифровизации интернет прям поглотил практически все. И в режиме онлайн можно везде эти объявления выставлять. В Алматы тоже есть своя улица гаданий. Здесь за цену от 1000 до 3000 тенге бабульки раскладывают фасолины или хумалах. И вот за эти деньги в основном студенткам они говорят ровно то, что они хотят услышать. Мы сейчас провели небольшой эксперимент. Я, мама взрослого сына, соврала хумалахше, что у меня есть дочь, и в этом году я собираюсь выдать ее замуж. Ну и вот, что из этого получилось. Как я, в этом году я не хочу. Меня зовут Иосифа. Меня зовут Иосифа? Не знаю, я говорю, кто нас устроил? Нет, я говорю, не знаю, как мы тут. Дия, я говорю. Нет, я знаю, нет, нет. я говорю, нет. Нет. Когда человек обращается, например, к экстрасенсам, к торологам, он прежде всего хочет услышать, что у него все будет хорошо, ему интересны хорошие новости, приятный для него прогноз, то, как бы он хотел, чтобы складывалась его жизнь. Он даже платит за это деньги, и получая какой-то приятный для него прогноз, он как будто бы успокаивается, наступает некоторое психологическое спокойствие и вера, что все будет хорошо. До замужества с Куандыком Салтанат хорошо зарабатывала, действительно, то есть от 2 миллионов тенге в месяц доходила до и 4 миллионов тенге. Откуда я знаю точные цифры? Потому что было так, что оплату некоторые клиенты скидывали мне. Или, к примеру, Салта отправляла это все мне, она там боялась потратить. Я сказала, Нарчик, пусть у тебя побудут денежки. Запись была за 2-3 месяца вперед. Вот когда я устроилась на ябре месяца на работу, новый поток клиентов когда шел, мы записывали их уже на февраль месяц, на март. И так было всегда на протяжении двух лет до замужества с Бишамбаевым. В день было 2-3 клиентки. И повторю, что Салтанат консультировала только девушек. 2-3 клиентки по 50 тысяч тенге, да? Да. Потом в 22-м году Салтанат подняла стоимость астрологического прогноза консультации до 80 тысяч тенге. Плюс ко всему, вот я хочу помянуть, что были срочные консультации. К примеру, те, у кого день рождения вот уже совсем скоро, через неделю, они просили срочную консультацию. И мы брали за это, получая, двойную оплату, то есть 100 тысяч тенге вместо 50. Я помню интересный случай. Одна девушка говорит, где мне отмечать день рождения? То есть в астрологии важно, где ты отмечаешь свое день рождения. И она говорит, где мне отмечать? В Европе, в Америке, в Швейцарии. Я еще сменяла, говорю, Салта, зачем им знать им праздновать день рождения? Как бы, да, у них же и так все, наверное, сахвачено. АЛЛАДАМ, мен ол қасет сатывалған жоқ, мен неге оны сатуым керек? Мен өзім солай түсінем. Бізде, астында, иглотерапия бар, парафим бар, массаж бар, физиотерапия бар, пиафка бар, салевая шақта бар, унасы сөз. Бірақ біз, например, пиафканы 1000 тенгеден алам, мен адамға 1000 тенгеден салғызам. Келес жылы құдай қаласы, 30 жылы олак, ем жасағатқаныма, но мен жаңағы реклама жасағап бетіп, не ғылмайым. Иш адамнан бастағам емді. Күніні үш адамнан бастағам. Аказ бенді құдайға тауба, талай адам емделі ғатыр. 200-300 адам болады, точна болады. Чын шығарады. Олымда өз бір бізнеске айналдыры болған сияқтыда. Олды мақтан қабарластым, сол момент текі қабарластқаным боларайты күректе. 300-500 денгі арасын дәдет. Бір әґрэп әғай өйімін, бір әғырэп үш адамнан шығарды. Мақтан күл әүш адамнан құматын мүс өдеген. Чығы айт әдемі ғатыр. Оқытасын дәді. Этот рынок, он тоже очень, он идет навстречу, он идет навстречу чаянием клиентов. И поэтому он охватывает все этажи. Ну, конечно, в этом отношении этот Бешимбаев преступник, убийца, да, он, конечно, шел по высшей категории, по высшей категории, по самой дорогой. Вот, и его услуги, ну, в смысле, услуги тех ясновидящих и гадалок, которые ему там туман пускали, да, дорого они с него брали, они знали, кто он такой, и каждая гадалка, каждая, значит, ясновидящая или кто там, она прекрасно знает, с кого, какую стружку снять. Ну, я не знаю, сколько он в Алмате или в Астане, но для сравнения. Вы знаете, что всех этих гадалок и всяких прочих ясновидящих в Москве, например, около 100 тысяч. Это только в одном городе Москве. И их ежегодный оборот в районе 2-2,5 миллиардов долларов. Ежегодный оборот вот этой вот среды. Ну, эта улица, я не знаю, почему они так открыто это делают, это же по сути, да, неправильно, незаконно. То есть ты платишь за определенную информацию, которую тебе любой может наговорить. То есть есть ли у них какие-то права на это? Ну, нету точно. На мой взгляд, законно, потому что в Гражданском кодексе четко написано, что разрешается заключение любых договоров. Разрешено все, что не запрещено, да, смысл? Кроме тех, которые прямо запрещены в законе. Где в законе запрещено заключать вот такие договоры устно, письменно, как угодно? Заключать, соответственно, оплачивать, да, там, оказывать такие услуги и прочее. Нет, нигде это не запрещено. С точки зрения религии, гадания и прочие предсказания – это грех. А как обстоят дела с точки зрения закона? В Таджикистане, например, началась настоящая охота на гадалок. За предсказания и прочие магические услуги там теперь грозит уголовное наказание. Полицейские уже задержали более 50 человек. В соседнем Кыргызстане тоже взялись за магов и колдунов. Там им запретили рекламировать свои услуги, чтобы защитить доверчивых людей от мошенников. А что у нас? В ходе судебного процесса адвокаты Бешимбаева всерьез спрашивали у таролога, открывала ли она карты, когда речь шла о жизни и смерти Салтанат Нукеновой. В Казахстане есть закон о народных целителях, в котором прописано, как можно получить удостоверение тем, кто решил лечить людей не совсем традиционными методами. Допустим, травами, пиявками и хиджамами. Правда, в законе никак не отмечена деятельность магов, экстрасенсов, астрологов. Как тогда защитить себя от мошенников и определить качество услуг всех этих экстрасенсов? Да и вообще, можно ли привлечь к ответственности гадалку за ложный прогноз и надежду? А вы сами когда-нибудь обращались к услугам гадалок, экстрасенсов? Я скажу вам так, мне гадали на картах, например, у меня бабушка даже гадала, покойная моя бабушка, она, знаете, была травница. Чем натрёт, не знаю, чем напоят какими-то травами, да, всё. И через день огурчик, мы были в одной компании, там оказалась женщина, таролог. Ну, сидели люди в период там между холодными и горячими блюдами, ну, из любопытства там многие присели за журнальный столик, она там покидала картишки эти таро. Интересно такие карты, красочные. Любопытство есть. Я не буду скрывать, я такой же живой человек, как все. Но как-то, знаете, вот такую серьёзную ставку я на это никогда не делал. Вы бы заплатили деньги за консультацию? Нет, вот этой женщине. Да любой. Нет, нет. Нет, какие деньги, это по-дружески делалось. В социальной сети у меня вылезла рекомендация, да, там реклама вышла вот, гадание на таро и так далее. Мне стало интересно просто. Я решила попробовать, нашла одну гадалку в Шемкенте. Мне лет 16 тогда было, я сходила. Просто чисто из-за интереса. Она там рассказала про будущее, про то, где я буду получать образование, про мою будущую семью, с кем я построю, да, какая у меня будет карьера. И в принципе могу сказать, что 60-70% совпало. И с тех пор, скажем так, появилась некая зависимость. И всё-таки постоянно хочется узнать больше чуть-чуть. Обращаюсь время от времени к гадалкам, но сейчас не так часто, как раньше. Почему записывались именно к Салтанат? Потому что у неё были точные прогнозы. То есть стоимость консультации входит натальная карта, а также прогноз на 2 года. И у Салта были настолько точные прогнозы, вплоть до покупки недвижимости, покупки машины, беременность и так далее. То состояние здоровья. Салта всё это консультировала, говорила это всё в прогнозах. И многие клиенты действительно обращались потом спустя 2 года, говорили, офигеть, у меня всё сбылось. Хочу вот ещё прогноз на 2 года. Прогноз, что она гадила смерть, да? Вот что-то вы про это знаете? Да, мы это обсуждали в 22 году. Салтанат очень переживала насчёт 23 года, потому что она видела плохие прогнозы. Салта переживала, что что-то может случиться с её родителями. Она видела в этом прогнозе, что что-то может случиться с близким человеком, то есть с мамой. Она видела смерть и видела, что это будет плохой год, ужасный год, 23 год. А то, что она получит... Мы вернемся,платы родители, лично join, а что это делает Wayne Yusaha. Слыш�� 9 лет назад. Мужей равен был человек, мёс. Мы вам выиграли себя подачем, если его другом были понимания, историю бусы была построена человеком. Кондры переносли ее никого к трубинам, impulson к вытащим на де queen. Ана уже басқашы, көзгарастарды басқашы, какпыттан апырып, бұрымымыз ютубтан көреттіміз. Кәдің адамға жынты ең кезде, түрлі ераны өз керіп, сонда ең келерде ананың түрі, ондаған жоқ, дәл сонда ең көзгарасты. Барып жазылдық, бары оқыдық, бары деді, және келесіндерде декретті, шүретті бары оқыдық, жақсы қазір. Оны бәрін қадымды шығарымен өз көзімен көрдім өткен қадымды жынды шығарған кезде, қадым адамның ішінде, қадымды жынды жығарымызды. Оны қазір келген адам байтсаман сенбейі мүмкін, ал оны жынымен сіз көзбен көрсеніз ғана сенесінді. Много очень пара медицины, которые методом фоли или чем-то еще лечат. На самом деле доказательная медицина это то, что мы должны как бы внедрять, мы должны верить. Да, у меня в практике очень много встречались пациенты, которые прекращали наше лечение, делали тоже какими-то травами лечились, молитвами лечились и в конце концов приводили очень большим осложнением. На моей практике не встречалось, что пациенту привели к смерти, но были случаи, когда пациенты в очень осложненных ситуациях поступали к нам. Это психотерапия. Только психотерапия для людей, которые не хотят душу раскрывать, работать со своими комплексами. А мы же хотим быстро. А те люди обещают. Это врач всегда сомневается. Он констилиум соберет, попросит госпитализировать, чтобы понаблюдать. А там все ясно. На яйцо нагадаю, вы там закопайте и все пройдет. Кому верят? Ну, конечно, не врачам. Это последнюю очередь. Поэтому это вы мне сейчас больное наступили. Я так люблю всех этих колдунов. Половина потом в обострении у меня лечится. Но пока нет обострения, они прям очень убедительные все. И все же много людей говорят о том, что у них вот что-то сбылось. Ну, вначале собирается анамнез. Выясняется, какие проблемы, какая боль. А потом, в общем же, человека надо обнадежить. И мы опять видим историю выжившего. Как с дельфинами. Большую часть людей дельфины утопили. Двух-трех дотолкали до берега. И мы считаем, что они всех спасают. Хотя уже давно доказано, что дельфинам все равно. И здесь та же самая история. Вот у кого-то сбылось эти номинализации. Он несет, рассказывает, пишет. А у стотней не сбылось. Им стыдно, что они пошли, потратили деньги, время. Они просто молчат. Плюс это, извините, стимулируется. Битва экстрасенсов, магические каналы, миллионы шарлатанов в интернете. Я сама сбитой экстрасенсов. Дважды я была на битве. Я говорю, что я не называю себя торологом. Я называю себя целителем. Я есть экстрасенс, который видит. Я точно изновидящая. Понятно, да? Был Нострадамус, была Ванга. Было очень много известных прорицателей. Вот если бы когда-нибудь мне бы, например, когда я была в Молды, сказали бы, что за этого парня замуж нельзя выходить, я бы не вышла бы. Но в моё время таких людей не было. Понимаете, у нас люди мыслят черно-белыми категориями. Хорошо – плохо. Существует – не существует. Ну, над генетикой тоже смеялись? Давайте об этом говорить, да? Но то, что на пути людей встречается огромное количество людей, которые рассказывают то, что они хотят услышать и так далее, ну, это дискредитация, конечно, профессии, но это на совести, так сказать, каждого. Но действительно, есть люди, которые обладают способностями, и не всегда они могут их контролировать некоторые, да? У кого-то есть просто вспышки прозрения, он знать не знает, что у него способности. Понимаете? Вот тут всё очень непросто. Вот мать сидит себе дома, и вдруг у неё дикое ощущение, что с сыном что-то случилось. А потом выясняется, что-то случилось. Я не гадалка, я не экстрасенс. Но потому, как человек формулирует свою речь, потому какое содержание, потому как человек выглядит, как он подаёт себя, можно уже многое понять. И да, люди, которые позиционируют себя как экстрасенсы и гадалки, действительно с какой-то вероятностью могут давать какие-то прогнозы. Но всё, я смею догадываться, это основано просто на навыке анализировать и давать какой-то прогноз. Вот как прогноз погоды у нас в Казахстане, например, да и вообще во всём мире. Да, мы смотрим на этот прогноз, но мы понимаем, что так может и не быть. Вот в Павлодаре буквально в прошлом году был интересный случай, когда предпринимательница заплатила экстрасенсу 119 миллионов тенге. И за эти деньги экстрасенс обещала ей процветание в бизнесе и такую счастливую личную жизнь. Не получив обещанного, предпринимательница отправилась в суд. И экстрасенсу назначили 5 лет лишения свободы за мошенничество, там отсрочка, но это не столь важно. И обязали вернуть её эти 119 миллионов тенге. То есть, в принципе, это возможно. А вот при каких обстоятельствах? Вот здесь, наверное, знаете, какой решающий аспект? Это гарантия результата. И клиент, человек заплатил вот эти сумасшедшие деньги за гарантированный результат. Нет результата, значит, обязанность не исполнена. А если это просто, вот давайте так, куча всяких, которые ходят вот к этим астрологам, нумерологам, гадалкам, разве все понимают, что это гарантия результата? По-моему, нет. Все понимают, что да, это вот, знаете, как... Слушайте, я себя, вот свои юридические услуги давайте сравню вот с такой же деятельностью. Ко мне приходит человек и обращается там за консультацией или за представительством интереса в суде. Я гарантирую результат или нет? Тоже нет. Понимаете? А почему кто-то идет ко мне, кто-то идет к другому юристу по репутации? Да? То есть, как бы, вот в таких рода услугах всегда существует репутация. Дело даже вот 50 тысяч, на самом деле, это маленькая оплата для консультации, я считаю. Потому что салтанат полностью отдавалась, получается, для каждой клиентки. В целом консультация проходила час-полтора, но салтанат могла засидеться с клиентками до трех часов. То есть, она прям полностью все рассказывала, показывала, объясняла, каждую деталь, каждый, да, вот транзит, получается, на натальной карте. То есть, дополнительно это был такой, так скажем, прием психолога. У меня, например, есть клиенты, очень образованные люди, очень уважаемые в Казахстане люди, люди, грамотные, тем не менее, любят вот такие вот всякие штучки. Ну, что-то вроде астрологии. Мне приходилось встречаться там с HR-ами, с суперкомпанией казахстанских, которые отбирают персонал исключительно на вот этих вот, ну, какого он знака зодиака. Не в смысле исключительно, нет, но это является одним из решающих признаков. Есть тоже, мы готовим какой-нибудь иск в суд, и вот сегодня надо уже подавать этот иск. Мне этот человек говорит, вы знаете, сегодня день вот какой-то не такой. Я говорю, а когда будет такой? Вот счастливый день будет вот на такой-то неделе, там, вторник. Вот именно тогда мы давайте подадим иск. Ну, подаем иск вот в этот день. То есть, у человека суперобразованного вот есть такие, ну, будем говорить, свои тараканы в голове, да, ну, что поделать. Я, знаете, к этому на самом деле не отношусь с чем-то ужасным таким. Конечно, не берем сейчас ситуацию с Бешимбаевым, но у людей есть право, да, на собственное мнение, в том числе право верить вот во всякую. А что будет там впереди через год, через два, или у наших детей, да? Ну, наверное, это слабость. Наверное, людям это простительно. При записи интервью с экстрасенсами мы тоже не удержались от соблазна заглянуть в будущее. Говорили мы с ними до завершения суда над Куандыком Бешимбаевым, и, конечно же, нас тогда интересовал вопрос, каким же будет приговор. Но все они ошиблись. 24 года тюрьмы предсказать никто не смог. Но некоторые моменты общения с экстрасенсами показались нам интересными. Всем совпадениям можно легко найти логическое объяснение. А как вы считаете? При встрече в июле месяце, когда я забрала ее из дома в Шемкенте, она мне рассказывала, что есть какая-то тайна. Но она переживала, думала, стоит рассказывать или нет. А как думаете, она как-то говорила, с чем связана эта тайна? Нет, она просто сказала, что есть одна страшная тайна. И я сказала, что если сомневаетесь, переживаете, то не стоит рассказывать. Там была семья, там была ревность. И более того, я уверена, как экстрасенс, хотя это нигде не прозвучало, что Салтанат что-то знала. И она могла что-то рассказать тому самому же Баталову. У нее какая-то тайна была. Ее нельзя было оставлять живых. И убийство было преднамеренное, умышленное, с особой жестокостью. Я с этим согласна. Сындың атыңызгын. Мы науксыңызды көрген жылан ит, это вам предсказывает во сне, что у вас порча ест. Иттыға шангольдіңіз. Иттыға? Ага. Иногда болама, вот мену сайт көрем, мен айтпастайм. Айтпасам, вы кісіңіздер едімшим. Иногда болама, поисыңызанғыздавит етедіңа. Соған канча уақыт был. Вообще, вам надо 4-5-5-1 пазылы ночи. Поясничең әдіңіздер етедіңің әкімітерің әңіздер. Потому, что у вас про турзеңіздер етедің әкіріңіздер. И кіздіңіздер бастару шамырлаймын. Яған көрген жылы. Скажите, а ваш канал собирается куда-то переезжать? Прикольно. Прикольно. Это был Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о магических способностях. Можно ли доверять гадалкам и магам? Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи-QR на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok